Тему. Это такое своеобразное будет коллективное выступление. У нас сегодня в гостях три автора. Будет отдельный разговор о книге «За секунду до взрыва». Это новиночка издательства «Время». А после вы сможете задать свои вопросы и, собственно говоря, уже вступить в дискуссию. Итак, пользуясь случаем, я предоставлю слово в первую очередь Екатерине Пальгуевой, потому что сегодня мы представляем недавно вышедшую по весь лауреат Крапивинской премии за секунду до взрыва. И далее я следую вот этой вот программе. Спасибо, что пришли. Спасибо, что заинтересовались такой, наверное, непростой и острой темой, потому что некоторые думают, что если книги для детей, даже если книги для подростков, они должны быть, если уж не развлекательными, то, по крайней мере, не тяжелыми. А есть темы, где без горечи, без смерти, без какого-то страшного выбора, который приходится делать в том числе и невзрослым людям, в том числе детям, подросткам, просто не обойтись. И вот тема войны, военных конфликтов – это одна из таких тем. Мы сами видим, насколько она, к несчастью, актуальна. Я могу сказать, для меня эта тема просто острана. Я не знаю, так получилось по моей собственной жизни, там, судьбе, работе. Как журналист я достаточно много лет занимаюсь балканскими войнами, то есть войнами, которые были на территории бывшей Богославии. И, конечно, когда это просто сводка в новостях – это одно. Выключил телевизор, и войны вроде бы нет. Когда ты видишь живых людей, прошедших через это, это совсем другое. Когда ты видишь, как… Причем войны-то сейчас другие. Эти войны не похожи, ну, скажем, на ту победу, в которой мы совсем недавно отпраздновали, Великое Отечество. Когда на нашу землю пришли, тоже все непросто было. Но, тем не менее, на нашу землю пришли оккупанты, враги, с которыми боролись. А страшно, когда врагами становятся не оккупанты, а вчерашние соседи, друзья, те, кто сидел за одной партой в школе, те, кто вместе работали, те, кто, ну, вот если, например, про Чигославию, Вослию, вспоминали о том, что одни православные, другие мусульмане только по большим праздникам, когда угощали друг друга. Одни там на Трубан-Байрам, другие там на Пасху или на Рождество. Вот, и вдруг вчерашние друзья становятся врагами. Кстати, вот до последнего люди не верят, что это произойдет. Вот сколько не разговариваешь с людьми из сот таких конфликтов, что люди говорят? Мы до последнего думали, что ничего не будет. Кстати, вот на том же Донбассе сейчас то же самое происходит. Все же мы нормальные люди. У нас этого не будет, этого не будет, это невозможно. А потом, когда люди уезжали с двумя целлофанными сумками, думали на две недели там, постреляют и успокоятся. Оказывалось, иногда на всю езжу. Вот. Но потом те, кто не уехали, те, кто остались, и происходит, наверное, самое страшное. Война становится повседневностью. И оказывается, что она ничего не отменяет. Люди ходят в школу, люди ходят на работу. Значит, люди решают те же самые дети в том числе. Вот героиня моей книги 12-летняя девочка Марта, которая живет в городе, в эпицентре вот такого вот национального конфликта. И помимо всех проблем, которые принесла в ее жизнь война, она для нее началась со страшных потерь, у нее просто обычная жизнь. Вроде бы обычная жизнь обычного, ну там, подростка 12-13 лет. Надо ходить в школу. Она не любит математику и не хочет писать контрольную. У нее не складываются отношения с учителем математики. И у нее появился новый друг. Значит, она вдруг открывает, у нее сложное отношение с матерью. Вот. И она учится, сама жизнь учит их как-то налаживать, понимать, в чем проблема, что происходит. И потом она делает вдруг удивительное открытие. И она человек из очень благополучной семьи, у которого до войны проблем-то никаких не было. Ну, таких внешних проблем. И она делает вдруг открытие, чтобы то, что для меня всегда было естественным, как мамина, папина любовь, подарки на Новый год, еды в досталь. Оказывается, у других-то все было не так и до войны. Жизнь, она сложная. И самая главная проблема вот этих конфликтов в этой моей книжке, кто такие свои, кто такие чужие. Именно с этим она и сталкивается. Сначала все понятно. Свои, чужие, это те, кто обстреливают город. Ну, в данном случае русские сепаратисты в книжке. Значит, свои, это те, кто страдает от их действий. А потом оказывается, что все не так, все сложнее. И среди своих, мягко скажем, есть не такие уж свои, а павлицы и подонки, с которыми тело иметь не хочется. И среди чужих все далеко не чужие. А самое главное, что вот объектом, ну, я не знаю, даже главными страдающими становятся те, кто как раз ни в чем не виноват, дети. Вот, те, которые, но это, при том, что они ни в чем не виноваты, это не значит, что судьба разрешает им не делать того же рифа. Не задумываться о том, что хорошо, что плохо. Ну и помимо всего прочего, мне все-таки хочется, чтобы моя книжка, в общем, не о войне. Книжка о войне, это когда там боевые действия описываются, что-то такое. Моя книга о жизни во время войны. Вот. И слава богу, там происходит много хорошего. К тому же Марта девочка необычная. Она пишет стихи, она умеет замечать прекрасное вокруг себя. Значит, в своем... Одной из главных действующих лиц, как я считаю, повести, является также город, где они живут. Полный тайн, загадок и прекрасного, даже несмотря на то, что жизнь тяжкая. Вот. И поэтому я думаю, что... Что вот это вот... Потому что там есть интрига, есть приключения, есть загадка, значит, которую я надеюсь, тем, кто читает, будет просто, ну, интересно разгадать. Поэтому там я не хочу спойлеров, как говорится, никаких делать. Ну, а главное всем, ну, вот как сказал... Да, это не... Кстати, это не о каких-то конкретных событиях. Это не о каких-то конкретных событиях. Хотя, знаете, среди взрослых обиженных уже много. Значит. Причем, потому что каждый посчитали... Ну, есть люди... Одни обиделись за русских. Вот. Их патриотическое чувство, видимо, они прочитали только первые пять страниц. Дошли до фразы про русских сепаратистов. Очень обиделись за русских. Как это, да, русские сепаратисты. Другой... Правда, это все взрослые. Все взрослые умеют находить такие вещи. Другой человек, уже, прямо скажем, очень немолодой, обиделся за латышей. Хотя это происходит не в Латвии. Правда, те, кто, ну, например, бывал в Прибалтике, бывал в Латвии, например, в Риге, может быть, даже и заметил, что Рига, что город это в какой-то степени, где, слава богу, ничего подобного не было. Но, тем не менее, Рига очень сильно обиделся. Когда я ему говорю, ну, послушайте, там же нету ни слова. Оттоши, Рига, Латвия. Нет, он все равно обиделся. Кто-то обиделся, приняв это за описание ситуации на Донбассе, хотя книга была, книга писалась очень долго, книга-повесть писалась очень долго, почти 10 лет, даже больше, с большими перерывами, с 2002 по 2013 год. То есть, когда была поставлена последняя точка, никто еще, наверное, и подумать не мог, что такое начнется опять, прямо можно сказать, у нас. Но мне кажется, что вместо того, чтобы греть какое-то свое патриотическое, такое ложное, как я считаю, в данном случае, патриотическое чувство, надо просто помнить о том, что всегда надо оставаться людьми. И всегда надо стараться видеть прекрасное, как умеют делать это мои ребята, какие бы они ни попадали в сложные перипетии, как умеет это делать Марта. Любить книжки, там у меня есть такой эпизод, когда Марта, столкнувшись там с ужасной военной ситуацией, потом оказывается в книжном магазине и берет книжку, и случайно берет книжку с полки, значит, Эмилия из Леныберга. А перед этим она думает, если такое в мире происходит, как можно читать книжки? Я не буду никогда больше читать книжки, я не буду никогда больше писать стихов, думает она. А потом вот она случайно берет с полки эту книжку, вспоминает, как читала ее своему погибшему младшему брату, начинает смеяться и плакать, и понимает, что если книжка настоящая, то это не ложь, и это правда, и что она обязательно будет и читать, и стихи писать, и, может быть, когда-нибудь расскажет всем о том, что им пришлось пережить, чтобы всем стало легче. Я думаю, что вот такие тяжелые книжки на самом деле для этого и пищутся. Чтобы всем стало легче на самом деле. Недаром я говорила, что для меня эта повесть была не литературной какое-то дело, я никогда художественную прозу до этого не писала, я пишу стихи, я пишу не художественную прозу, а художественную прозу не писала. Но для меня это было лекарство и ненависти. Я надеюсь, что для моих читать следствия тоже стало. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях всего Ольга Громова и Евгений Рудашевский. Теперь слово предоставляется им. Пожалуйста, у нас тема. Еще приехал Алексей Олеников. Да, привет. Можно нас ползать, Олеша? Да. Алексей будет как раз помогать и модерировать эту секцию. То есть теперь полным составом, как было заявлено в программе. Вот. Леша, вам все. Напрасно так думаете. Леша, учитель медитарной школы Ковчега, 21. И вообще он редактор журнала «Переплет», единственная одетка в литературе качественного журнала. В общем, Леша – великий человек. И он в компании почти видал. И всех остальных детей. Давайте разовы. Аплодисменты. Аплодисменты. Ну что, не, ну как-то на меня вдруг стрелять и стрелки перевели. Я так с корабля напал. Ну а, собственно, тем, кто уже заявлены, то мы уже говорили о войне и о книгах. Здесь я две читал. Я читал Леши Баранзову, читал Калюзову, которые не читал, с разумения. А у нас еще просто? Не успел. Конечно. Поэтому, собственно, тема-то понятная, и нужны ли современные книжки о войне? Я бы ещё на самом деле Веркина позвал с его отличным толком, чтобы кто-то читал эту книжку. Это очень неплохая книжка. Давай я сейчас какую-то принесу. Веркина? Веркина не принесу, а книжку принесу. Ну да, я думаю, что можно её представить, потому что она относительно свежая, конечно, и там...